В Херсоне оккупанты устроили пыточную в офисном центре, а там содержали проукраински настроенных граждан и даже подростков. Люди на стенах оставляли записи с мольбами к Богу и зачеркивали дни пребывания в подвале. Что там происходило? Сколько вообще пыточных на Херсонщине уже обнаружили после деоккупации? Сколько обращений о зверствах российских солдат зафиксировано? Говорим об этом далее. К нам присоединяется Виктория Шакула, спикер управления СБУ в Херсонской области. Виктория, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите о пыточной, которую у нас полиция СБУ обнаружила в Херсоне. Известно, что там держали около 50 людей. Что там увидели силовики, когда обнаружили эту пыточную? Вчера у меня была возможность встретиться с парнем, ему около 20 лет, и он был именно в этом подвале. Мы с ним прошли в то помещение, где он прожил 41 день. Именно этот парень делал надписи на стенах, они определяли, какой день, сколько дней они там находятся. Мы видели на видео, был же она на странице СБУ управления, крест и обращение к Богу. Именно этот мальчик рассказывал, что когда его сокамерников, скажем так, отводили на допрос, он становился на колени, молился и просил, чтобы как-то издевательства были менее. В камерах мы обнаружили предметы, которые доказывают, что наших людей пытали. Рассказывал о условиях пребывания, о какой-то еде вообще говорить. Нечего кормили, может быть, раз в 2-3 дня. Ребята, взрослые и подростки спали на полу, укрывались куском линолеума. Ну, опять же, нужды исправляли там же, в этом же помещении. Было такое, что в одной камере находились и мужчины, и женщины. Ну, как-то им приходилось выживать, скажем так. Виктория, скажите, а вот этот молодой человек, он рассказывал вам о том, для чего проводились эти пытки? Ну, то есть, это же какую-то информацию российские оккупанты хотели раздобыть? Ну, как мы с вами знаем, что эта армия о каких-то там правилах войны, они, наверное, и не слышали даже. Поэтому у них только цель насилия, котувания, жестокое обращение. Именно спросила у этого парня, за что тебя сюда? У нас есть здание, комплекс «Затерянный мир». И вот когда прилетело туда от наших ЗСУ, ребята в группе стали друг другу перекидывать фотографии. Именно по этой фотографии, по балкону, с которого была сделана съемка, ФСБшники и определили, что именно этот человек, именно этот подросток, сделал эти съемки. И его, и его друзей забрали, как говорится, на подвал. Сколько их там времени удерживали? Что они рассказывают? Ну, именно этот один парень был 41 день. Была еще с ней девушка, которая рассказывала о том, что в здании были не только ФСБшники, только представители оккупационной власти, но и представители ДНР. На вопрос, как она это поняла, она говорит, что очень была хорошая разница в разговоре. Ну, то есть у россиян особый говор. И была ситуация, она была в мешке, была ситуация, когда ее перевели на очередной допрос. Последовал удар по голове, мешок спал. И она говорит, что все, кто присутствовал на допросе, ФСБшники и ДНР, просто разбежали в сторону, чтобы она не смогла увидеть их лица. Они заставляли говорить то, что хочется им, заставляли произносить эту фразу «Херсон, Россия». Естественно, никто из ребят эту фразу не произносил ни под каким предлогом. А что следовало после того, как они отказывались произносить эту фразу? Их били. Били, издевались. Одну из камер парень показал мне маленькое помещение. Там, скорее всего, канализация, какие-то трубы. Там долгое время сидел пожилой человек в военной форме, был прикован наручниками к этим трубам и показывал батарею, которая жила не для обогрева, а именно для того, чтобы приковать человека. И вот он терпел такие издевательства. А есть ли какая-то вообще общая цифра? Сколько было выявлено таких? Около пяти человек. Сколько? Пыточных более десяти. Сейчас мы можем говорить пока только об одной, потому что, прежде чем зайти туда, в зернотехнике производили разминирование. И только сейчас одну мы можем увидеть и что-то о ней рассказать. Вы говорили о том, что в одной из пыточных содержали в том числе и подростков. А подростков-то за что? Ну, вы знаете, были ещё такие моменты, когда просто на материальной основе. Очень было много случаев, когда просто детей выкрадали, подзванивались с их родителями, просили определённую сумму. Естественно, что будет делать любая мама. Она берёт эту сумму, везёт и таким образом выкупает своего ребёнка. Такие случаи были не однажды. То есть это даже не, я не знаю, не преступление военное, а просто какой-то грабёж, бандитизм и так далее. Даже вообще военные так себя не ведут. Нет, нет. Правила войны этой нации просто чужды. Вы сказали, что 50 человек было в этой, ну, конкретно в этой пыточной, которая вам известна. Они как-то пишут какие-то заявления или будут открываться какие-то уголовные дела по этим 50 людям. Что вам известно об этом? Ну, знаю, что именно прокуратура занимается этим. Следователи СБУ ведут следственные мероприятия. Конечно, будут заведены уголовные дела и дальше следствие. Виктория, вы сейчас в Херсоне? Я сейчас по дороге в Херсон. Ну, вы рассказывали о том, что вы ходили с этим молодым человеком, который вам рассказывал о том, как это всё происходило. В Пыточных, и очевидно, что вы в Херсоне часто. Расскажите о том, какие сейчас настроения у людей, как они держатся, учитывая, что с коммуникациями в Херсоне очень большие проблемы. Вы знаете, такое чувство, что город и люди вздохнули. Вот люди Херсона, местные жители, это душа города. Мне кажется, они выдержат всё. И без света, и без тепла, и без отопления. Главное, чтобы не было русских. Главное, чтобы не было орков и этого издевательства. На Викторе, очевидно, там связь очень плохая. Но мы вам благодарны, что вы нашли возможность включиться к нам в эфир и рассказать о том, что происходит. И будем надеяться, что справедливость будет достигнута. И все, кто потерпал эти дни в этих подвалах и пыточных, они почувствуют некое облегчение. Это была Виктория Шакола, спикер управления СБУ в Херсонской области. Мы с ней поговорили о том, как люди проходили пытки российских оккупационных войск. Спасибо большое.